Привет всем! Сегодня у нас на тестах игровой ноутбук HP OMEN 15. Почему вообще о нем решили поговорить? На самом деле это потому, что это ноутбук, который в целом можно описать так. Все сделано так, как надо. То есть это классическая пятнашка без заигрывания с дизайном и тонкими корпусами, зато с нормальной системой охлаждения, хорошей клавиатурой и действительно качественным экраном. Цены на OMEN 15 стартуют с 73 тысяч рублей за версия с Ryzen 5 4 600H и GTX 1650 Ti и доходит до 167 тысяч за варианты с i7 10750H и RTX 3070. Нам на тесты, правда, попала промежуточная сборка на 10750H и RTX 2070 Max-Q за 125 тысяч. Поставляется ноутбук абсолютно стандартно. Белая коробка и блок питания на 200 Вт весом 250 грамм. Сам OMEN это вот такой талон строгости, то есть прямоугольник черного цвета, небольшие скосы по бокам, чтобы было удобнее поднимать его с стола и очень приятное такое вот софт-тач покрытие крышки. Нижняя половинка здесь целиком сделана из чуть шершавого пластика, крышка и пространство вокруг клавиатуры, прикрыто листом из алюминиевого сплава, но из украшений здесь только новый логотип. Это вот зеркальный ром с градиентной покраской. По габаритам это стандартная 15-дюймовая модель 36 на 24 сантиметра при толщине до 2,6 сантиметра и весом 2,46 килограмма. Почти вся задняя панель отдана под вентиляцию, плюс выдав есть по левой стороне. Свежий воздух забирается снизу и для этого на дне прорезали огромное вентиляционное отверстие и прикрыли их сеткой, чтобы не забивалась пыль. По сборке особых вопросов у меня нет, то есть конструкция прочная, не гнется, не прогибается. Экран при этом сидит на паре шарниров, которые раскрываются на 180 градусов. Смущает же здесь только вырез по линии клавиатуры, то есть это не только доступ для пыли, но и низкая жесткость крышки в этом месте. Что же касается матрицы, ноутбук может поставляться в нескольких вариантах. В нашей модели стояла IPS с разрешением Full HD и частотой 144 Гц. Яркость у нее равна 323 кд на квадратный метр. А по замерам охват у нее нормальный, это 92 процента sRGB. И вот здесь отмечу, что обычно в таких же конфигурациях производители экономят и ставят матрицы на 50 процентов sRGB. Вот здесь HP реально молодцы, но не стали экономить. По управлению. Тачпад здесь большой и утоплен в корпус примерно на полмиллиметра. Раздельных кнопок нет, что не всегда удобно в играх, но для Windows там и какой-нибудь Transport Fever 2 этого хватает. Клавиатура мембранная, с полноразмерными клавишами, без цифрового блока, хотя и бывают версии с ним, но при этом с отлично выделенными блоками стрелок и группой Home End. Кнопка питания здесь встроена в общем массив, слева от Delete, но случайно ее не нажмешь. То есть для отклика клавишу надо зажать минимум на полторы секунды. Отметим, что есть у клавиатуры и подсветка, причем она полноцветная и настраивается по зонам. По механике клавиши тоже приятные, то есть они мягкие и одновременно жесткие в конце хода, что дает нормальное понимание того, поражалась кнопка или нет. Плюс тут нет блокировок комбинации, то есть всю левую часть клавиатуры можно зажать практически разом. Из дополнительного отметим здесь кнопку Omen, которая запускает фирменное приложение игровой центр. В целом это довольно стандартный софт с коллекцией там установленных игр, настройками подсветки клавиатуры и мониторингом ресурсов. Но есть в нем пара необычных штуковин. Во-первых, тут есть собственный вариант трансляции запущенных на ноутбуке игр на экран телефона. То есть да, я понимаю, что для этого в целом есть уже Steam Link, но программа Omen работает со всеми лаунчерами. Во-вторых, присутствует вкладка Undervolting. То есть, если вам вдруг там не понравится температура процессора, то вполне легально можно ее попробовать скинуть, снизив напряжение на камне. Причем HP это предлагает делать даже в автоматическом режиме. То есть, к примеру, у нас компьютер снизил вольтаж на 0,055 вольта и уронил температуру на рендеринге примерно на 4 градуса. Теперь расскажем о железе. В основе лежит хорошо знакомая шестиядерная Intel Core i7-10750H. Базовая частота у него 2,6 ГГц, но в один поток он теоретически может разогнаться до 5 ГГц, ну а по всем потокам до 4,6 ГГц. Памяти ему выдали 16 ГБ, это две планки DDR4 на 3200 МГц. Под хранение данных установили один NVMe объемом 512 ГБ и скоростью 3 ГБ в секунду, но при желании можно поставить еще один твердотельник. То есть, под это есть M.2 в формате 2280 и, что примечательно, он как и основной слот прикрыт медным теплосъемником. Ну и, наконец, на графику здесь распаяли NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q с 8 ГБ GDDR6. За сети отвечают два контроллера, то есть на LAN стоит гигабитный Realtek RTL8168, ну а на Wi-Fi 802.11x и Bluetooth 5.0 Intel AX201. На звук выделен контроллер Realtek, который обслуживает и гарнитуру, и два динамика Bank & Olufsen Plus. В ноутбуке реализована еще поддержка объектного стандартного пространственного звучания DTS X Ultra. Ну это практически как Dolby Atmos, но вот DTS. По разъемам здесь все более чем хорошо, то есть слева стоят LAN, USB 3.0, HDMI 2.0, SD-карт-ридер и 3.5-миллиметровый джек, ну и справа еще два USB, мини-дисплейпорт и USB Type-C. На охлаждение HP поставила систему Tempest Cooling. Это три радиатора, соответственно два сзади, один по правому боку, столько же теплотрубок и две вертушки. Последние здесь на удивление большие, и за счет этого работают на довольно так низких частотах. То есть шум практически не давит на уши, но при этом сами вертушки слышно очень хорошо, то есть максимум они могут разгоняться аж до 52 дБ. По температурам и режимам работы у OMEN все более-менее нормально. То есть видеокарта, конечно, здесь Max-Q и в среднем потребляет около 65 Вт, что позволяет ей подниматься там до 1450-1500 МГц. Процессор в играх, как правило, ограничен 40 Вт и работает там в 4.1-4.2 ГГц. Ну а в свободном от графики режиме, ну во время рендеринга, да, ТДП процессор может подниматься до 80 Вт, что опять же позволяет держать стабильные 4.2 ГГц. По температурам же расклад такой. GPU, как правило, держится предел 72 градусов, ну а камень поднимается до 85-88 под полной нагрузкой. И вот для шестиядерного Intel это, кстати, весьма хорошая температура, то есть во многих ноутбуках этот камень уходит далеко за 90 и держать на коленях такие ноутбуки, ну практически нереально. Он же получился, пусть не особо холодным, но, скажем так, он получился тепленьким. Что же касается производительности в играх, то даже несмотря на то, что видеокарта здесь версия Max-Q, ноутбук показывает хорошие результаты. То есть без рейтрейсинга все последние 3А игры, кроме Watch Dogs Legion, перешагивают отметку 50 кадров в секунду, а проекты уровня, скажем так, F1 2020, Horizon Zero Dawn и World of Tanks подбираются в сотни FPS. При желании из системы можно выжать и нужный экран у 144 кадра, но опять же придется жертвовать уровнем графики. Как итог, лично у меня от Томин складывается такое впечатление, что это вот просто тот ноутбук, на котором не стали экономить. Это вот видно именно в мелочах. Это второй слот M.2, который прикрыли нормальным радиатором. Это хорошая клавиатура, интересный, ну и при этом действительно работающий софт. Ну и самое главное, это, наверное, экран на 144 Гц с нормальным охватом по цветам. То есть, да, конечно, Omen при этом тяжеловат, он толстоват, шумноват, но это единственное, к чему реально можно придраться. Но опять же, на мой вкус, это вот такая себе претензия для, по сути, полустационарного ноутбука. На этом все. Спасибо за внимание. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok